Страшный грохот раздался вчера в одном из районов Новочебоксарска. Люди, выбежавшие из ближайших домов и офисов, увидели обрушившийся пристрой бывшего магазина и четверых рабочих, которым потребовалась срочная госпитализация. Во время реконструкции помещения бывшего магазина в ходе выполнения работ по демонтажу кирпичной перегородки высотой около 5 метров, ее часть упала на четверых вольнонаемных рабочих в возрасте от 18 до 53 лет. В результате 18-летнему парню был причинен перелом позвоночника, а остальным различные травмы. По данному факту следственным отделом по городу Новочебоксарску Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, из-за которых указанный факт имел место быть. Это здание по улице Винокурова – бывший продовольственный магазин. Его реконструкция началась этим летом. Однако не все требования трудового законодательства при этом были соблюдены. Как минимум четверо строителей, сегодняшние пострадавшие, не были официально трудоустроены. Сегодня неформальная занятость стала вопросом первостепенной важности. В первую очередь это вопрос безопасности, отметил глава республики Михаил Игнатьев. И у нас в практике, в реальной практике, люди на работу трудоустроиваются по целым схемам, реконструируют не только торговые точки, и квартиры, и ряд других объектов. Поэтому дозадачивая все органы местного самоуправления, прежде всего главы администрации районов и городов, еще раз посмотреть на все эти моменты, проводимые работы, строительные работы, для того, чтобы люди осознавали свою ответственность. Всего уже за прошлый год зарегистрировано 66 несчастных случаев на производстве. Одной из наиболее частых причин таких трагедий становится пьянство на рабочем месте. Есть кофе, они под видом обеда идут, мне работодатели обедом говорили, и не на одном месте. И, соответственно, после обеда уже тепленькие приходят, соответственно. И таких вещей не должно быть. Помимо медицинской экспертизы, в ходе проверки несчастного случая на новой Чебоксарской стройке будет изучено, отвечали ли рабочие места пострадавших требованиям техники безопасности, и были ли они обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дарина Игнатьева, Республика.